19 января православные христиане празднуют крещение Господне, третий завершающий христианский праздник рождественско-новогоднего цикла. В этот день верующие отмечают сразу два события – крещение Божьего Сына Иоанном Притечи в реке Иордан и явление Святого Духа, то есть Богоявление. Праздничные богослужения прошли во всех храмах области, на них традиционно священнослужители осветили воду. На одном из богослужений побывала и наша съемочная группа. Утром в Свято-Христорождественском соборе в Северодонецке проходит богослужение. Вспоминают сегодня о большом евангельском событии, когда пророк Иоанн Притеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Господь пришел на Иордан креститься от Иоанна и тем самым дав точку отправную, начало тем евангельским событиям, собственно, ради которых пришел мир Спаситель. После службы священнослужители выходят на улицу совершить чин великого освящения воды. Владыка напомнил прихожанам, что прежде всего праздник крещения символизирует очищение. Как тело омывается водой, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от грехов. Дай Бог, чтобы эта святая вода, которой мы будем освящаться, была тем проводником благодати Божией в наши души и в наши сердца. Для людей освящение воды, как и само крещение – события долгожданные. Встречаю с удовольствием, встречаюсь с большой радостью. Очищение водой, вода вся очищена, и нас батюшка крапит водой и очищает. Пьем водичку, детей купаю, добавляю для ванн, брызгаю детей водичкой. Ну, если ребенок плачет, если ему плохо, вижу, умываю водичкой святой. Да. Считается, что крещенская вода приобретает особую силу и целебность. Ее пьют во время болезни, ею окропляют дома, чтобы царил порядок и покой. Екатерина Тырина, Роман Царевский, Події.